Я постоянно хочу есть круассаны, зато я очень много сплю. Я услышала сердечко. Я просыпаюсь уставшей. Терпение, терпение, терпение. Ладно, ты права. Папарацци. Почему я не знаю, что-то? Всем привет, добро пожаловать в этот влог. Влог первого триместра беременности. С утра у нас был концерт Леди Гаги для малыша и меня. В последние дни мы слушали классику. Я подумала, нужно разбавить немножко моими интересами в молодости. Привет. Я беременна, как вы поняли, уже. Сейчас мы на семи неделях. На шести неделях. Ничего не видно. Я неправильно вам сказала в предыдущем видео. Я на седьмой неделе беременности. Я постоянно хочу есть круассаны, булочки, хлеб, масло, макароны. Меня... Да. Иди сюда, выберите. Сейчас. Снимаем. Так вот, меня тошнит от всего практически, поэтому я ем круассаны. Сегодня заказала два и съела полтора с джемом апельсиновым. Такие вот дела. Доброе утро. Это было очень искусно. Доброе утро. Я помыла голову. Это так замечательно. В последнее время мне лень ходить в душ. Я с ужасом смотрю на то утро, когда нужно уже мыть голову. Вообще нет никаких сил. Я проснулась в 8 утра. Разбудила Аркашу, он сделал мне кашу. Потому что меня очень тошнило. И это было первый раз, когда я его утром попросила мне что-то приготовить. Сейчас я ем вторую кашу. Потому что от каши меня не тошнит. Я, конечно, скучаю по аппетиту и по еде. Зато я очень много сплю. Спасибо. У нас сегодня утром спа. 21 октября. Все время хочу пить. Я сейчас помедитирую, а потом расскажу вам про все апдейты. Это же pregnancy vlog, да? Поэтому по теме. Восьмая-девятая неделя. Меня не тошнит практически больше. Это замечательное чувство. Потому что после, наверное, пятой-шестой недели у меня начался токсикоз, как я понимаю. С утра и весь день я практически ничего не могла есть, кроме хлеба, макарон и всяких жирных вредностей. Меня в особенности тошнило от овощей. Укропа. Всего так, не знаю, кунжута. Разные были непонятные. Отвращение от еды. Я прям плакала несколько раз, потому что я была очень-очень голодной, и я не могла понять, что я могу съесть, чтобы меня не блевануло. Но меня ни разу не блевануло. Что меня спасало? Фрутоняня. Детское питание. От кислого мне не дошнило, знаете? Вот такое яблоко, яблоко-банан. У меня всегда были в сумке с собой. В последнее время. И фруктовые кусочки фрутоняня. И у фирмы Байт тоже есть, как пастила, фруктовые кусочки. Буквально два дня назад я услышала сердечко этого карапуза. И увидела, ну тут не видно вам, ручки с ножками. Я ходила только на прогулки, у меня не было никакой физической нагрузки. Я чувствую, что хочется чего-нибудь поделать. Думаю, скоро начну. Я раньше была кофеманом, теперь я пью после завтрака разбавленный сильно кофе. И не допиваю до конца. Пару глотков делаю. Позавчера впервые съела брокколи из-за беременности. Я все сделала, заставила пол тарелки, отварила. И рядом у меня лежал кусок пиццы. Я ела, давилась и закусывала пиццей. Потому что я очень хотела чего-то в свое тело зеленое впихнуть. Малыш, тут. Аркаша-то. А это тетя Поля. Это малышу. А, привет. У нас тихий, спокойный вечерок. Пару дней назад было наше венчание. Кушаю много, меня не тошнит. Аркашка все еще делает мне кашу по утрам. Привет, малыш. Мы у Камина слушаем песенки. Мы еще их не слушаем. Слушали до этого. Да, мы сейчас на девяти неделях. И где-то четырех дня пришли родители. Твоя бабушка и детская. Десять недель. У меня началась стадия вечерней тошноты перед сном. А утренняя практически прошла. Все еще есть усталость, но не такая сильная, как в начале. И эмоциональность. Ох, чрезмерная. Не, ну вообще я начинаю чувствовать себя все более и более энергично и хорошо. Сегодня мы идем к потенциальному нашему врачу, который будет вести беременность на прием. Первый раз. Посмотрим. Он уже там тусит. Тусит. Да. А вон вижу. Вот эта головка с той стороны. Вот тут, слева. Дорогой вечерний токсикоз. Сходили мы к врачу сегодня. Она была замечательной. Прекрасная женщина. Да. Мне она очень понравилась просто. У нас тут по животу. Это я поела еще, знаете. Завтра, думаю, поговорим побольше. Я в душ и спать. Сегодня такой день. Я просыпаюсь уставшей, поспавшей. Восемь часов. И весь день я лежу. И вечером я вновь безумно уставшая. Я ничего не делала, кроме вот похода к врачу. Ничего. Ничего. Доброе утро. Меня спрашивают, знаете, эти стереотипные вещи. А к чему тебя тянет? Может, ты хочешь огурцы или еще чего-то? У меня такого прям не было. Чтобы я что-то сильно хотела. У меня наоборот случились только отвращения к еде, которую я раньше много ела. Я вчера еле запихнула в себя авокадо, потому что нам нужны полезные жиры. Я не могу видеть брокколи или какие-либо сваренные овощи. Это вообще многое мясо. Многие подливки там. Все очень горячее, которое дает запахи, знаете. Не будем об этом сейчас думать. Я плачу от всего сейчас. Я начала смотреть видео Morning Routine одной модели. И она живет в Нью-Йорке, и она просто показала виды Нью-Йорка. И вот это она встала, и энергия у нее была, и я начала плакать. Мне, короче, грустно, что я не могу снимать, заниматься вот этими вещами сейчас. Ну, естественно, я не могу показывать свою жизнь, потому что это будет броней. Я буду, типа, делать какие-то нормальные вещи, но в самом деле я себя чувствую не так. Поэтому, короче, я вот, поэтому, снимая это, еще очень хочется путешествовать. Я очень благодарна за свою ситуацию в жизни. Это не отменяет того, что есть какие-то милые желания. Но все будет постепенно, ничего страшного. Терпение, благодарность, терпение, 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 работа. Какая-нибудь над собой, не знаю, кофе. Это мой самый любимый напиток. Мне его не хочется. Есть еще одна вещь. Тебе еще все начинают говорить, что беременность это не болезнь, это физиологический процесс. Сколько людей мне это сказала, если еще один человек мне это скажет? Мне кажется, у меня уже ушло это чувство, когда я себя сдерживаю, даю что-то себе говорить, что я не хочу услышать, то есть я могу ответить. Аккуратно. Еще вообще все дают советы какие-то, и многие говорят, а я себя так не чувствовала, у меня не было тошноты. Я вообще была энергична, и всю беременность там на ногах была, таких тоже много товарищей. И что ты вообще должна летать, когда ты беременна. Но это первый триместр, первый триместр у многих такой. Короче, не люблю эти рассказы. У всех по-разному все. Я рада за вас. Я не жалуюсь, мне нормально. Ну, точнее, я сейчас буду отдыхать. Я сегодня накрасила брови. Ну, покрасила краской. Мы сейчас уже на 12-й неделе. Ну, то есть уже точно мы. Мы. Я на 12-й неделе. Ладно, завтра поговорим. Я недавно покушала. Сейчас вечер. Хотя нет, пока есть время, я включу вспышку, и меня будет видно, и я пойду сяду на диван и поговорю с вами. У меня очень мало таких дней, когда я чувствую себя отдохнувшей, сколько бы я ни спала, и чтобы я чувствовала себя счастливой прям, знаете, когда энергии много больше, такой энергичной и жаждущей общения, жизни, работы, мотивации какой-то. Таких дней очень мало. Сегодня был такой день, и я очень рада. Вчера, потому что я плакала полдня, я понимала, что всё замечательно и всё хорошо, правда, я была благодарна за всё, что у меня происходит в жизни, но я всё равно не чувствовала, как бы это вы знаете, alignment with my soul. И башка трещала, такие мысли лезли дурацкие в голову. Таких дней достаточно много было. Я всё равно себе в голове говорю, что, ну, это, видимо, я и так очень эмоциональный человек, а плюс это и с беременностью. Это всё удваивается, утраивается. Это весело. Мозги у меня очень медленно работают. И мысли. И я туплю постоянно. И забываю вещи. Я забыла, что я хотела сказать про это. Доброе утро. Вторник. Одиннадцатая неделя, четыре дня. Сегодня мы поедем подписывать договор о день беременности. Чё, чё. Дашь договор? У меня такой период в этой беременности, что я хочу поменять что-то в себе. То есть я хочу обрезать волосы. Мне не нравится, как они выглядят. Либо я хочу что-то купить, чтобы обновить себя. То есть я физически хочу как-то позаботиться о себе. Каждый день просыпаюсь и думаю обрезать волосы. Я сейчас пойду в душ. Я позанималась спортом. Зарядка. Полчаса. Второй раз за беременность. Доброе утро. Сегодня у нас скринир первый. Я практически уже на тринадцатой неделе. Сейчас очень рано для меня. В первом триместре я вообще рано не могла вставать. Со вторым всё будет иначе. И моя энергия вернётся к нам. Я ем бутербродик. У меня завтрак после врача. Оказывается, можно было кушать. Мне неправильно сказали. Всё хорошо. Смотрите. Малыш, патологий нет. Уровень их развития очень низкий. Всё замечательно. У меня обед. Вчера второй завтрак. Сегодня я хочу чего-то солёного, но завтрак. То есть не свою любимую кашу, а яичницу. Бутербродики, как с утра. Всё, что я хочу, это завтрак весь день. Весело. Ещё у меня случаются... Три раза случалось. Внезапные порывы на рвоту и как бы сама... Сам процесс происходил. Не как в середине первого триместра, а когда у меня постоянно была тошнота, она меня не вырывала, а просто я что-то почувствовала, унюхала или съела. Я вчера съела мороженое, и мне стало плохо. Хотя, возможно, это был запах потом сигарет. Я сидела в накуренной машине. То есть при мне не курили, но запах был. И сильный запах духов, я не знаю. Но я безумно счастлива, потому что с малышом всё в порядке. Всё супер. Мне сказали, мне не нужно дальнейшее обследование. Патологий нет. Это же... Это же вообще... У меня такое хорошее настроение сегодня. Мы съездили с Полиной, моей сестрой, к Цару. Я купила Аркадию подарок, потому что он был очень терпелик со мной. И очень много помогает мне постоянно. Такие вот дела. Конец первого триместра. Говорят, дальше будет лучше. По самочувствию. Второй триместр обычно самый благоприятный. По самочувствию. Ну, это вы увидите в следующем выпуске. Когда я буду рассказывать про свой второй триместр. Всё, спасибо за просмотр. Я пошла кушать. Малыш, я очень благодарна за тебя и за этот первый триместр. Несмотря на все симптомы, которые не очень приятны. Это всё того стоит. Всё, спасибо за просмотр. Продолжение следует...